Ну там же были же, вкидывались фотографии, что там какие-то базы есть старые. Вкидывалось, что только не вкидывалось. На Луне что никто не был. Хочешь могут придумать. Ну тут символов толком нет, но прикольно. Космос. Следующая вот эта интересная фигура, которая часто на телевизоре появляется. А я видел эту картинку. Дает плюс два к любой попытке контролировать Билла Клинтона. Так она его держит. Билл Клинтон сбоку. Все-таки эти картинки в один пазл складываются. Там есть Билл Клинтон, и она его держит за вот этот ошейник. Точно. Это как ошейник, поводок, елки-палки. Я же говорю, они складываются. Да-да-да. А следующая, скорее всего, будет Клинтон или дальше. Это вот надо, получается, распечатать все эти фотки и сложить их вот как-то по этим треугольникам, либо попытаться смысл как-то увязать. Там может быть хронология определенных событий. Сначала это, потом это, потом это. Да, надо... У кого есть принтер, хоботнитесь. Телефонные астрологи. Ух ты, блядь. Сосунки. Ну, опять же, миролюбивая, криминальная и... Только посмотри, власть 2, больше, чем у Англии, блин. Не, ну, если правильно дать даже хотя бы по каналам, и никто не будет сопротивляться, что говорит, например, даже эта женщина-астролог. Так сколько людей верят в эти... В знаки зодиака, в эту всю чушь. Календари лунные, там, астрологические. Гороскопы. Ну, хорошо управлять людьми через них. Конечно. Сколько людей в гороскопы верят. Ух! Голливуд. Да. Вгашенная... Леди Гага. Мне очень нравится. Кстати, за фальшивой мишурой Голливуда лежит настоящая мишура. То есть, кино, которое, видите, вот пленочка показывает Голливуд. То есть, за ней что-то показывают. То есть, фонари показывают. Вот, просматривайте новости Голливуда и пожалуйста. А недавно был Голливуд же, это Голливуд, буквы две Опери на Е. Получалось, Холливуд, Святая Марихуана недавно было. Да, да, да. А тоже, заметь, два прожектора образуют ромб. Это этот, да, иллюминатий, масонский символ. Его. Циркуль. И получается, на буковку W и за H проходят вот два света. То есть, это где Луна и Солнце. Блин, вот в этой картинке можно разобрать. H, хлив, хлив. Вот можно по буквам тоже. Вот смотри. Они ОО, все О поубирали, грубо говоря. Оставили только H, L, L, U, V. Да, да, интересно. Вы чат почитываете хоть? Нет, точно. Так, фанаты Star Trek. Ух ты. Любимая медиагруппа получает плюс 4 к любой атаке на получение контроля над фанатами Star Trek. Однако фанаты также получают плюс 4 при любой прямой атаке на получение контроля над любой медиагруппой. Ну, кстати, очень сильно, да, то есть медиагруппа, которая может транслировать Star Trek, очень хорошо через этот фильм может давать свои постановки. Ну, и, кстати, его сопротивление, грубо говоря. Тот, кто смотрел и любит Star Trek, вот он, все физические законы и правила будет принимать больше к этому фильму, ну, через этот фильм, чем будет ему рассказывать, там, и все остальное. Так их тысяча этих фанатов. Да, да. Причем в Америке особенно. Да, я думаю, сотни тысяч. Ну, опять треугольник, звездочка, ну, пошел кейфон. Ну, да. Так, Лас-Вегас. Вы контролируете огромный дом в качестве действия. Можете поставить от одного до трех карт с другими игроками. В росте два кубика, ну, ладно. А балет и туз, это какое, как называется? Blackjack, это очко, 21. Ну, да, 11 плюс 10. Там монетка с треугольником. Ну, да, конечно. Как же без него? И что там у нас написано? Girls, девочки, tonight. О, сейчас ничего вообще не видно. Да? Не видно? Ну, да, ну, качество хуже становится. Ну, это описывает все, что там происходит. Ну, да, сегодня там вечернее шоу. Казино. Ладно. И показано... О, подожди, верни. Вон, на рулетку посмотрите. Это наш диск земной. Посередине Северный полюс. А мне кажется, больше на шахматную доску похоже. Не, ну, это само собой, но ты посмотри, я в плане того, что если ее развернуть, да, на плоскость посадить, Северный полюс, вон тебе расчерчены часовые пояса, экватор, все как раз. А почему два шарика, интересно? Ну, Луна и Солнце, что-то интересно. Луна и Солнце? А правда, слушай, тогда подходит, да, и звездочки. Все подходит, тут подтянут можно все, что угодно, конечно. Не, ну, у нас, на самом деле. Ребята, иллюминатов... Видим и трактуем, что видим. Это стол, на котором они проводят свои работы. Вот этот вот черно-белый. Это стол, на котором они проводят свои работы. Как игровая площадка у них, да? Да. Игра-монополия, типа. Канада. Канада имеет плюс 10 прямому контролю над любой зеленой группой. Ну, там дикие условия. Туда отдыхать ездят, там тоже проводят какие-то там что-то ездят. Опять этот символ. Лебедь, лось и щука. Ну, вот, как у Славы было даже в ролике, что вот Канаду, типа Беларусь, то есть особо трогать-то не будут, потому что эта территория, но здесь заповедник. Канада всегда останется заповедником и никаких там суперсобытий, которые касаются там правительственных каких-то действий, там или межправительственных, там наблюдаться не будет. Они будут сохранять его как чистый уголок. Ну, и даже не то, что по части природы, по части населения. То есть зачистки населения там не предвидится в ближайшее время. С котом учители. Это понятная карта, очень понятная. Знаете же, Вуду использует жертвоприношение разных животных, чтобы вызывать демонов и узнавать будущее. Ну да. Кстати, зацените, как корову разделили по всем частям, которые в магазине продаются. И треугольничек, конечно. Ну и глазик, да, глазик в треугольнике. Офигенно. И те же биороботы какие-то стоят, заметьте. Люди в черном. Да, он в «Люди в черном» пользуется как бы тоже тайной магией и могут тоже как бы контролировать и предугадывать события. Так, ну ладно, дальше. Дежурный магазин. А, стукачи судьбе. Агентура. Копейка на районе. Кстати, да. И, смотрите, сверху. О, кстати, даже так лучше увеличить. Плюс. Сверху. И пулемет вам, пожалуйста. И камеры. И видеокамеры со всех сторон. А через камеры вычисляют. Да. Сейчас же искусственный интеллект лица распознает. С точностью 99 процентов. Ноу-ган. Нет оружия. Заходить с оружием нельзя. Нет сервиса. Нету что? А стоп энд лук. Что это значит? Нет ружья. Что-что? Ну, лут это как добыча. Что-то такое. Типа остановись и затарься. Да-да-да. Да, наверное. Как пиццток. И вот этот знак желтый с синим треугольником внутри. Что он обозначает? Не знаю. Ну, как обычно символ ставили. Не как радиация, нет? А, вот. Какой-то музыкант разыскивается. Такой чудик. Какой-то вантед. А вы заметили, что во многих американских фильмах они останавливаются всегда, да? В любом. Останавливаются в таких маленьких магазинчиках по дороге. Ну, да. Ассасины какие-то. То есть убийцы. Самое главное, что он пушка наверху, и он под колючей проволокой, под забором. Ну, он все равно охраняется. Тут вопрос, смотрите. Он не охраняется, он скорее от кого-то защищается. Ну, да. То есть, смотрите. А вот идет защита. Видишь, сетка с колючей проволокой. Ну, видишь, столбики. Проволока эта натянута. Пушка, камеры, освещение. А что за голограмма? В магазин обтянут проволоки. А голограмма на стенке, на торцевой. Что за голограмма? Вот смотрите, очень интересный вариант. Вот, как сказать. Кого разыскивают? Циркулярная графика, рогов. Да, 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 да. Кстати, вон, рогов на стенке нарисовал там много. Под пушкой снизу. 23 есть цифра там. Да, послушайте. Смотрите, вот чувак, который разыскивается. И рядом вот объявление, объявление ассасином. То есть, ну, кто же в фильмах смотрит, вот такие наемные убийцы. Вот, грубо говоря, если государство, то есть, и не могут найти за счет вот этой всей системы. Вот, пожалуйста, наймите вот этих чуваков. Ага, эти камеры вычислят по лицу, когда он заедет, затарится, и ассасинов на него нагонят, да? Ну, нет, тут уже как угодно, может быть. Не можете найти так, можете... А может, это, смотри, идет послание именно по словам. Вот, то есть, без оружия, без сервиса, допустим, уничтожить особо опасных ассасинов. Трактуешься? Трактуешься? Ну, человек уже принял задание какое-то, допустим, себе там, и погнал. Может и так. Так, может использовать действия, чтобы увеличить власть любого катастрофы. На четыре, как случайный побег опасного динозавра из его транспортировочного контейнера. Хозяин могут помогать и протестать любой атаке, любую корпоративную научную группу. Кстати, очень хороший вариант, то есть, создать проблему за счет какого-то монстра. И когда ты решаешь эту проблему, ты получаешь автоматический бонус, что ты можешь что-то делать и что-то решать. Кто английским владеет? Английским, кто владеет вот этой картинкой? Я владею. Ну, подожди, тут, знаешь, смотри, тут написано вообще over two million, больше двух миллионов. Customers, блин, не видно. Eaton, или что это? Ну, судя в этом, смотри, мы если ржавчину оставим, мы будем читать только то, что без ржавчины, это получается over us to ten. Вокруг нас к десяти. Вообще непонятно. То есть, именно можно прочитать то, что не заржавело. Больше двух миллионов клиентов, customers, а вот это слово, не могу, cut-ten, что там написано? Да непонятно, да, и что же? Ну, есть такое предположение, что динозавры не вымерли, а просто стало холодно, и они в основном в землю ушли. Даже так, а к остальным перебили. Манипуляции генетические тоже. Да, но они еще умнее, чем собака. Ну, тогда можно трактовать... Коричневые какашки вот эти на этой табличке, это не фон какой-то карты? Нет, ржавчина, наверное, больше. Ржавчина, не знаю. Ну, давайте сейчас уже вижу. Нет, смотри, кстати, если динозавры ушли вниз, то тут все понятно. Over us, вокруг нас, to ten. То есть вокруг нас они есть, то есть to ten 10, наверное, может 10 километров под нами, или 10 чего, непонятно. Ну, ten. Зачем они именно оставили читаемый текст без ржавчины? Ну, странно. А вот интересно, чем они под землей попитались, если там ничего нет, да? Ну, а кто сказал? Они в анабиозе, может, они там лежат и все, как черепахи, как ежики в анабиозе. Ну, а кто скидывал этот ролик, тот же там, где карта иллюминатов? А не рептильный глаз у него, да? Как наверху, так и внизу. Да, 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 так что, может, внизу там так же самое, мало ли. Это как из подземной, как они вниз спускались через какой-то вулкан, а там целый мир, да? Ну, может быть. Смотри, таблеточки с треугольничками. Охренеть, мы добавим больше. А вот это, кстати, континент какой-то показан, белым цветом, со шприцами. Шприц, таблетки. Континент 100% какой-то. Опять треугольнички, типа ЛСД всяких, непонятно. У них же там есть какие-то наркотики какие-то там? Афетамины, ЛСД? Да, да, что-то такое. Слушай, хочешь, короче, есть тут. Да. Это, знаете, как шутка. Зачем вот такой таблетке, которая, ну, пополам вот у нее. Ну, чтобы на пополам ее делить? Нет. Полтаблетка. Это если ты хочешь ее употреблять, тебе будет отвертка вкручивать. А, ну, понятно. Ну, тут, честно говоря, неинтересно. Ну, фармакология, она, да, есть такие препараты, если его вколоть или добавить в воду, то человек может забыть то, что происходило за день. Подожди, смотри, две таблетки лежат рядышком, две капсулы. Флаг Украины и флаг Белоруссии. Может быть. Правда, правда, смотри, правда. Пожалуйста, и вокруг, вот Украина, Белоруссия, потом идет красная, синяя таблетка. Блин, это реально карта может быть какая-то. Надо карту, надо карту смотреть. Даже если по местоположению. А смотрите, а Крым, а если посчитать, что они знали, может быть, про Крым, смотрите, Крым может быть, это, с треугольником, треугольник. Да? Кстати, 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 очень интересный момент, что можно проверять все свои вот эти лекарства на какой-то территории. Можно так предположить. Какой-то будут использовать, перепроверяя все свои медикаменты, всю эту систему. Ну, вот как раз сейчас в Украину идет самый дешманский индийский продукт. Потому что в Индии не продается, потому что нельзя там, вредное. А у нас нормально, ништяк. Вот тебе, пожалуйста, препараты тестируют на вот этих странах, допустим. А обратите внимание, с какой стороны шприц тянется? Ну, с запада. С запада. С стороны Европы. Красная капсула, не Советский или Союз, ребята? Да-да. Интересно. Нет, наверное, не Советский, потому что Украина, Беларусь тоже в Советском Союзе было, но красная как будто на территории России. Ну, если так предположить, сюда восточнее. Ну, да, может быть. Ну, как наследник. Ну, таблетку не разделишь на три цвета. Да, но опять же, вот где сейчас этот курсор держишь, опять красная. Это что, Турция? Нет, Турция и ниже, ниже Украины, Турция там. Да, Турция, кстати, это вот этот круг, который не таблетка, а круг под Украиной. Вот это, может, горячая точка. Тут же все, может, схематично показано, и масштабы не учтены. Поэтому тут, может, маленькая таблетка быть по площади больше, чем большая. Тем самым, вот этот черный круг, это горячая точка, ну, Ближний Восток. Вот, допустим, красная точка, и это вот это вот, и зелененькая. Это Европа, как буфер. Это Европа, грубо говоря, может быть. Ну, тогда вот эти маленькие шарики, ну, витаминки, которые в детстве давали. Ну, это может быть, это что хочешь, может быть. Оранжевая Канада, а это Америка, которая разделится на три континента после взрыва, допустим, какого-то. Мало ли. Стильная, короче, карта. Ладно, идем дальше. Элвис опять. Это был он, это был он. Но, опять же, отвлечение и очень удобное средство, когда отвлечь народ. Может, Элвиса где-то держит, что-то он узнал, его просто подстроили. Не обязательно. Взяли двойника, сделали, а потом раскрутили это, поставили как надо. Вот вам и отвлечение от какой-то новости. Получается, другая медиагруппа теряет бонусы. Ребята, мусорный бак, мусорный бак и на баке что написано? Крэш или фрэш? Фрэш. Или кэш? И в очки лежат сверху. Очки типа... Трэш, трэш это мусор. Трэш это как вот, ну да, мусор. А, это мусорный бачок. Ну да, это мусорный бачок и А4. Ну то есть мусор вкидывает в информационное поле и все, все теряются. Трэш. Да, происходит трэш. И то есть он показывает экзит и все, вся проблема уходит в другую сторону. То есть все отвлекаются и убегают. Ну, как говорится, красным флажочком где-то машут там в стороне, а тут прям под носом ни хера никто не видит, что делается. Ну как мы уже видели, он в Калифорнии потоп якобы, а на самом деле ничего не происходило и просто отвлекалось внимание от чего-то. Да, тем более выход хорошо освещен, то есть освещение каких-то событий. Это же мы, ну, это Элвис просто, это не обязательно, что именно Элвисом будут отвлекать. Это просто отвлечение феминирования. Понятно. О, феминистки дают дополнительно любой попытки контролировать либеральную группу или уничтожить консервативную. Используя действия феминисток, вы можете наугад взять одну группу из руки любого оппонента, если группа либеральная. Она переходит в вашу руку. В противном случае отдайте ее назад. Ну, грубо говоря, ну да, вот когда вот женщины, которые типа феминистки, они очень активны, так опять их не остановишь. Кстати, это, есть с концерта фотографии, где Мадонна в этом купальнике. Это уже сбылось. Она в этом купальнике, в таком же металлическом, прям прототип. Да, 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 да. Там огонь из сосков у него. Да, 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 да. Ну, тут сам подход именно интересный. Ну, Мадонна, это как представитель феминисток. А почему? Она не замужем. Мадонна представитель иллюминатов. Она представитель иллюминатов. Иллюминатов. Ну, ребята, тут вообще такая инфа, короче, вот кто придумал эту игру. Я могу зачитать, если вам интересно. Да, да. Значит, игра была неким Стивом Джексоном, вдохновленным трилогией романа Иллюмината 75-го года. Итак, в сентябре 81-го года Стив Джексон и его регулярный внештатный художник Дэйв Мартин обсудили свои будущие восхищения трилогии. Значит, Роберт Ши, один из его команды, писал, может быть, иллюминаты находятся за этой игрой. Они определенно стоят за всем. Многие приписывают эту игру и трилогию иллюминаты как предмет насмешки мирового правительства над всеми людьми. Итак, значит, в цветном формате игра вышла в 95-м году. То есть, важно знать, какого года выпуска эти карты. Год важен, да. Да, важен год. Многое уже сбылось, например, теракт 11-го сентября о землетрясении в Японии. 1-го марта 90-го года деятельность Стив Джексон оказалась под угрозой. Секретная служба США ворвалась в офис компании и арестовала несколько компьютеров, на которых находились файлы очередного ролевого дополнения «Gurps Cyberpunk». Вскоре выяснилось, что агенты искали каких-то компьютерных пиратов и хакеров. Три года спустя Джексону удалось выиграть процесс против секретной службы и получить компенсацию. Максимально полное собрание колоды карты иллюминаты The New World Order 1994-1995 год Содержит группы 205 карт, действия 298 карт, иллюминаты 9 карт. И значит тут такая интересная приписочка есть. Наша жизнь игра – карточный расклад. Играют люди, играют силы. Последние делают это при помощи первых, равно как и наоборот. Для просчета будущего всей планеты. Собственно у меня все. Продолжение следует...